В китайских СМИ на протяжении всей прошлой недели распространялись слухи о том, что у Си Цзиньпина инсульт. Предположительно, он его охватил во время пленарного заседания ЦК Компартии Китая. Правда, официальную эту информацию никто не подтвердил. Так что, кто знает, кто знает. Тут просто какая штука. Американские республиканцы строят свою кампанию на том, что основная угроза безопасности США исходит вовсе не от России, а как раз от Китая. О том, что Китай — угроза НАТО, прописана и в стратегической концепции Альянса. И тут, как бы, если руководство Поднебесной поменяется, то, может, и отношения с Западом тоже бы изменились. Ну и, конечно, миротворческие инициативы Китая, которые фактически дублируют кремлевские хотелки в отношении Украины, тоже, вероятно, могут быть пересмотрены. Но, видимо, Си не так плохо, как могло бы быть после инсульта. Поэтому пока официальный Пекин усердно молчит на эту тему. Зато совсем не молчит венгерский премьер Виктор Орбан. На прошлой неделе он сам лично обнародовал свое присьмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором призвало возобновить дипломатические отношения между ЕС и Москвой. В письме Орбан также ссылается на недавние переговоры с Трампом и надеется, что после выборов Вашингтон изменит свой внешнеполитический курс. Тем временем на днях Европарламент принял резолюцию, в которой осудил недавний визит Орбана в Москву, а накануне евродепутаты вообще потребовали лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС. Орбан сейчас председательствует в ЕС, но не может контактировать с Москвой от лица объединения без согласия остальных стран. На этом настаивают в Евросоюзе. В тексте документа говорится, что Венгрия должна нести ответственность за такие действия. Они, цитирую, неуместны, учитывая, что за мирной миссией последовал удар по детской больнице Ахмадет в Киеве. Как вишенка на торте, коллегия Еврокомиссии не посетит Венгрию, заявил в понедельник спикер организации, хотя это традиционное мероприятие в начале председательства страны в ЕС. Дипломаты бойкотируют и неформальную встречу глав МИД ЕС в Будапеште, которая должна состояться 28-29 августа, и об этом написала политика. Ну то есть в ЕС уже открытым текстом говорят, что не хотят, чтобы Орбан вел переговоры от имени всего Союза. Они ему этого не поручали. Ну а Украина тем временем усилила санкции против российской компании «Лукойл», которая качала нефть через украинский трубопровод в Венгрию и соседнюю с ней Словакию. Теперь обе страны лояльны к политике Путина, рискуют оказаться в топливной блокаде, хотя утверждают, что другие российские операторы, не попавшие под украинские санкции, и дальше качают нефть через Украину. Ну а тем временем российский суд приговорил журналиста «Уолл-стрит-джорнал» Эва Нагершковича к 16-годам колонии по обвинению в шпионаже. Обвинение при этом просило 18 лет. Обозреватель Джейми Дэтмер для «Политика» пишет, что это сигнал и вероятное давление на Вашингтон, чтобы тот предложил то, чего хочет Кремль, а именно обмен пленными с США. А ведь Путин ранее заявлял, что открыт в возможности обмена и наиболее вероятным кандидатом на обмен является убийца Вадим Красиков, который в настоящее время отбывает пожизненное заключение в Германии. А Красиков, напомню, был осужден за убийство Зелимхана Хангашвили в Берлине в 2019 году, и при вынесении переговора немецкий судья отметил, что заказ на убийство, скорее всего, исходил лично от Путина. Еще одним возможным или даже дополнительным кандидатом на обмен может стать Роман Селезнев, сын российского законодателя, осужденного в штате Вашингтон в 2016 году за совершение кибермошенничества против тысяч американской кампании. Селезнев получил 27-летний тюремный срок, самый длительный переговор за хакерство в судебной истории США. Потенциальный обмен мог бы стать подарком для Джо Байдена, как кандидата в президенты США, ведь освобождение из российского плена своих граждан точно бы сыграло ему на руку в предвыборной кампании. Ну, а если Путин подождет и переизберут Трампа, то это станет подарком для него. Таким образом, Москва и Вашингтон смогут улучшить свои взаимоотношения. Ну вот, на этот раз пока все. С Вас лайк, подписка, репост, если смотрите программу в интернете. А больше всего, конечно, я жду Ваших комментариев, Ваши мысли бесценны. Делитесь ими, и это видео посмотрят больше людей. С Вами был Владимир Унец, а новый выпуск смотрите сами всего лишь через неделю. Пока.